Приветствую всех любителей шахмат! Умение играть против изолированной пешки является очень важной составляющей мастерства шахматиста. И сегодня приобретать это умение мы будем на примере партии третьего чемпиона мира Хосе Рауля Капабланки. Данная партия была сыграна в 1913 году в Берлине. Противником Капабланки был Рихард Тейхман. Итак, начинает игру кубинец ходом d4. Переход ферзевой пешки. Черный отвечает симметрично. Белый развивает фигуру в центр. Черный также поступает c4. Это ферзевый гамбит. Белый жертвует пешку на поле c4. Если черный принимает эту жертву, тогда у белых есть возможность захватить центр пешками. А пехотинца на c4 отыграет своим слоном, либо ферзем в будущем. Поэтому часто черный играет отказанный ферзевый гамбит, укрепляя пешку на поле d5. Здесь белый выводит слона за пределы пешечной цепи, связывает вражеского коня. Черный защищается от связки, готовит аркировку в короткую сторону. Конь c3 Капабланка продолжает развитие фигур по направлению в центр. Черный поступает аналогичным образом. e3. Белый открывает дорогу для развития слона. Черный спрятали короля в безопасное место. И после продолжения ладья c1, черный решает одну из ключевых проблем ферзевых построений. Построение отказанного ферзевого гамбита, а именно проблему с развитием белопольного слона, который упирается в свою пешку на поле e6. Поэтому черный здесь играет b6 для того, чтобы вывести слона на большую диагональ. И в том случае, если центр расчистится, этот слон будет оказывать серьезное давление на центральные поля и королевский фланг белых. Более употребительным решением здесь является ход h6, который приводит к системе бандаревского макогонного тартаковера. То есть черный с темпом делает для своего короля форточку, а также выбирает пешку с поля h7, на котором она становится часто объектом для атаки белых фигур. Ну и в принципе после хода b6 черный также развивает слона на поле b7 и дальше наносит контрудар по центру ходом c5. b6 это ферзевая фианкета, старинная схема, которая считается не самой оптимальной за черных. Белый меняется на поле d5 и играет здесь слон b5, развивая фигуру и атакуя несколько ослабленный пункт c6. Черный также развивается и после того, как белые спрятали короля в безопасное место, Рихард нападает на вражеского слона. Капабланка отводит слона на a4, черные ставят ладью на поле c8. Поскольку основной идеей черных является подрыв центра путем c5, то ладья на линии c будет как раз к месту. Ферзь e2, белые соединили между собою ладьи, что является признаком окончания дебюта. И вот он ход c5, ключевой контрудар в таких позициях. Для того, чтобы подровнять пространство, черные проводят этот пешечный тычок. dc капабланка меняется на поле c5. Если бы черные забрали пешкой, тогда белые играют ладья d1. На доске получается типовая позиция метельшпиля с висячими пешками. И соответственно белые могут оказывать на эти пешки давление. Но Тейхман забрал на c5 конем. Теперь другая типовая позиция метельшпиля. Позиция с изолированной пешкой. Какие же преимущества и недостатки у данного пехотинца? Преимущества это конечно пространственные завоевания. У черных небольшой перевес пространства. Также открытые линии, по которым можно к примеру наступать на короля. Недостаток заключается в том, что у этого пехотинца не защищаются служивцы. Приходится пешку защищать фигурами. И чем меньше фигур будет на доске, тем эта пешка будет слабее. Отсюда вытекают планы сторон. Белые стремятся в окончании поменять как можно больше легких фигур. И соответственно в окончании постараться эту пешку выиграть. Черные должны всеми силами избегать разменов и пытаться осложнить борьбу. Либо провести прорыв в центре d4 и расчистить для своих фигур линии. Либо стремиться к атаке на королевском фланге. Минус позиции черных состоит в том, что слон на поле b7 упирается в пешку d5. И если белым удастся эту пешку заблокировать, тогда позиция слона будет очень печальной. Соответственно здесь у белых преимущество. Кавабланка здесь пошел. Ладья d1 устанавливает ладью на открытую линию и давит на слабую пешку d5. И здесь лучше всего было ответить b5, захватывая пространство на ферзевом фланге. После отступления слона черные могли еще больше надвинуться. И на отступление коня на a4 они придерживаются принципа сохранения максимального числа фигур на доске. Отступает конем на поле e6, атакуя вражеского слона. И при случае конь будет поддерживать тычок d4 со вскрытием диагонали для белопольного слона. Тейхман идет навстречу замыслам противника. Он меняется на поле a4. С одной стороны получает преимущество двух слонов. С другой стороны, как мы уже выяснили, белопольный слон занимает пассивную позицию. И белым осталось заблокировать пешку d5 ходом конь d4. И этот слон будет занимать очень плохое положение. b5 здесь сыграли черные. Капабланка предварительно поменялся на поле c8. И отступил конем на поле c3. Опять-таки белый создает два нападения на пешку d5. А также возможность в будущем взять на поле f6 и устранить защитника этой пешки. Поэтому черный отвечает ферзь c4. Предлагает размен ферзей и дополнительно защищает пункт d5. Белый блокирует изолированную пешку. Черный меняется на поле e2. После взятия конем угрожает захват открытой линии. Поэтому Рихарду приходится самому ставить ладью на поле c8. Но теперь белый с темпом активизирует своего коня. Конь f5 нападает на слона. И если этот слон куда-то отступает, ну скажем на поле f8, тогда белый меняется на поле f6. Портят черным пешечную структуру. Теперь в их лагере целая армия инвалидов. И соответственно у белых здесь большое преимущество. Они дальше пойдут к d4. Возьмут под прицел пункт c2, препятствуя вторжению сюда черной ладьи. И соответственно у белых здесь явный перевес. На отступление слона на поле d8. Белый продолжит конь d6, объявляя вилку. После того, как черный защищает слона, белый меняется на поле b7. Затем забирает на f6. И выигрывает пешку на поле d5, пользуясь тем обстоятельством, что взять слоном на b2 нельзя. Ввиду слабости восьмой горизонтали. То есть белый здесь поставят мат. Придется черным сыграть ладья c7, активизируя ладью. Ну либо если они сделают форточку, то белый успевает защитить пешку расположенную на поле b2. А конь прикрывает в этот момент поле c1 от вторжения черной ладьи. Здесь у белых лишняя пешка и хорошие шансы на победу. Ну а в партии Рихард Тейхман сделал ход король f8, защищая слона. Белые поменялись на поле e7. И теперь образуется смертельная связка по диагонали. Черным очень трудно от нее избавиться. Белый играет конь d4, угрожает ход кони f5. И после того, как король отступит, опять-таки белый забирает на поле f6. И портит черным пешечную структуру. Поэтому здесь черный защищает пункт f5 от вторжения коня. Но теперь Капабланка поднимает очень мощный ход f3. Смысл хода в том, что черный король вынужден сторожить коня на поле f6. На поле e6 встать он не может. Ладья также не может защищать коня с поля c6. Если черный здесь будет пассивно стоять, скажем ладья c7, тогда белый король пройдет до поля e5. И просто белый выигрывает фигуру и партию. Нужно было черным срочно освободиться от связки. Единственный способ это сделать, это пойти a6. Попытка черных перевести ладью на линию d и защитить коня, расположенного на поле f6, натолкнется на ответная ладья c1. Белый вторгается в дальнейшем в обжорный ряд, захватывает открытую линию и также побеждает. Поэтому ходом a6 черный жертвует пешку, но зато избавляется от связки. Белый взяли на a6. Конечно нужно убрать коня со злополучного поля f6. Но теперь белый получает отдаленную проходную на королевском фланге и конечно выигранную позицию. Капабланка сразу начинает движение проходной вперед. Черные сыграли конь c5. Белый уводит слона с линии h. Черный продолжает конь e6. Их идея поменять коней и перейти в окончание с разноцветными слонами. Белый идут навстречу замыслам противника. Если здесь забрать на поле e6 пешкой, тогда после хода слон e5. Черный слон отлично отрезает по черным полям во-первых короля, во-вторых не позволяет ладье встать на линию h. Ну и белый просто играет g4, h5 и продвигает свою пешку ферзи. Так что на поле e6 тейхман забрал королем. Теперь белый защищает обжорный ряд. Защищается от вторжения черной ладьи. Следует ладья h8 нападение на пешку. Можно было эту пешку защитить ходом g3. Но Капабланка посчитал, что в принципе активизируя ладью через линию c, он добьется еще одной цели. Заберет пешку на поле a6, отыграет пешку и при этом получит активную ладью. Так что он здесь ответил ладья c2. И действительно на ладья a4 белый с темпом нападает на слона. Единственное поле это поле a8. Теперь ладья c8. Белый форсированно подбирается к пешке a6. Выигрывает эту пешку при этом получая активную ладью и также отдаленную проходную на ферзовом фланге. Так что тейхман сыграл ладья c8, переходя в разноцветное слоновое окончание. Эти окончания часто являются ничейными, но не в этой ситуации. После размена на поле c8 у белых есть четкий план поставить короля на d4 и в дальнейшем либо проникнуть по черным полям на ферзевый фланг, собирая здесь пешки. И если же черный король будет защищать пункт c5 королем с поля c6, тогда белый король может пройти на королевский фланг через черные поля. Так что это положение является абсолютно выигранным для белых. После хода король f2, тейхман, осознавая этот факт, сыграл d4 с идеей активизировать своего короля и заблокировать изолированную пешку. Но это не помогает. Капабланка забирает смело на d4. После хода король d5 защищает пешку королем. На ход слон e6 убирает короля на поле d3 и на король c6 также убирает свою пешку из-под боя. После хода слон c4 король уходит из-под шаха. На слон e6 он отвечает слон h6. Его идея защищать пешку на d4 слоном с поля g7. А также слон с поля g7 будет рентгеном защищать несколько ослабленную пешку на поле b2 на случай продвижения короля до поля b3. У белых на этот случай будет в резерве продолжение d5 с защитой пешки расположенной на поле b2. Так что после хода король d5 и слон g7 Рихард Тейхман признал себя побежденным. Ихосера Улька Пабланка провел учебно-показательную партию на тему изолятора. Что же, если вам данная партия понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на обновление канала, кликнув по изображению коня. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. И до скорых встреч!